Даша! Джессика Кэт? Вы где? Походу показалось. Нет, тебе не показалось. Это мы. Мы с тобой разговариваем. Кто мы? Книжки? Да, это мы, книжки. Скоро новый учебный год. Нужно готовиться. Возьми нас, почитай. Не буду я вас читать. Делать мне нечего. Джессика Кэт, вы что надо мной прикалываетесь? Вы где? Где вы прячетесь? И вообще, книжки разговаривать не умеют. Даша! Что это такое? Быть такого не может. Книги не умеют разговаривать. Сто процентов. Джессика Кэт стоит за углом. Сто процентов. Джессика Кэт! Вы где? Ой, Батанша, а ты что тут делаешь? Даша! Скоро новый учебный год! На, читай книги! Я не буду читать книги! Батанша, что происходит? Даша, скоро новый учебный год. На, читай книги. Что происходит, ботан? Быть такого не может. Книги не разговаривают. Даша, скоро новый учебный год. На, читай книги. Ребята, что происходит? Даша, скоро новый учебный год. На, читай книги. Ребята, я не буду читать книги. Вот когда учеба начнется, тогда и почитаю. Даша, скоро новый учебный год. На, читай книги. На, читай книги. На, читай книги. Даша, что случилось? Да мне странный сон приснился. Да? И что там было? Там, короче, в этом сне со мной книжки разговаривали. И вы все выходили из-за углов и по очереди говорили мне читать книги. Голосом вожатой, представляешь? Даша, да тебе сама вселенная говорит, что нужно готовиться к учебе, книжки читать. Я этим уже две недели занимаюсь и тебе советую. Хочешь, помогу подготовиться? Окей, хочу. Спасибо. Ребята, пишите в комментариях, а вы уже соскучились за школой или хотите еще на летних каникулах погулять? Ну, девочки, можно там потише? Я здесь в чате с друзьями общаюсь, спрашиваю, кто как лето провел, а вы мне мешаете. Мы твои друзья, с нами пообщайся. А вообще интересно, кто там как лето провел? Рассказывай. Ого, вожатая меня настолько хорошо знает, что решила лишь спать прямо рядом с холодильником. И как же мне туда пробраться? Спортсмен, здесь для тебя ничего нет. Спортсмен, уходи. Что? Спортсмен, ты что, не понял? Спортсмен, уходи. Да как так? Нечего, по холодильникам лазить. Ну что, спортсмен, что-нибудь сладенькое в холодильнике нашел? Получилось взять? Нет, прикинь, что нам вожатая там оставила. Считай. Спортсмен, здесь для тебя ничего нет. Нет, уходи. А это что, спортсмен? Ты что, не понял? Уходи. Да, ну и голодные наши с тобой дела. Угу. А так сладенького чего-нибудь хотелось. В общем, девочки, помните мою подругу Ленку? Ну, та, про которую я вам рассказывала. Так она все свое лето провела в деревне у бабушки на огороде. Такой скучняк. А мой друг Борька, ну тот, который геймер, так он все лето просидел в компьютере со своими виртуальными друзьями. Тоже такой скучняк. Да, такой скучняк. У меня тоже есть такие некоторые друзья. Например, один мальчик все лето дома провел. Ого. Девчонки, ну у нас с вами намного интереснее лето проходит. Да, например, в бассейне купались. Разные игры, развлечения устраивали. Да, и ссорились много, и мирились. Все так было весело. И дружно. Вожатая зовет. Отряды! На построение! О, мальчики, а где наши девчонки? Девочки в палатке, наверное. Спят, наверное. Или не спят, наверное. И не в палатке, наверное. А ты что за мной повторяешь? Это ты за мной повторяешь? Нет, это ты за мной повторяешь. Ну все, не повторяй за мной. Ну и ты за мной не повторяй. Хорошо. Джессика Кэт, мы не знаем, где девочки. Джессика Кэт, отряд цыпочки-зажигалки на построение прибыл. Мальчики, ну а вы там чего стоите? Давайте к нам. Да, да, сейчас. Ботан, возьми бумажки. Только это не мои бумажки, ты их брал, вот твои проблемы. Ну возьми, мне их некуда деть. Так мне тоже некуда деть. Ну если я сейчас встану на построение, то вожатая поймет, что я в холодильнике лазил. Ну, так я не знаю, придумай что-нибудь. Передай другому. Сейчас. А там никого нет. Ну так я знаю, ты же мне сам сказал, придумай что-нибудь, вот я и придумал. Ботан, давай быстренько на построение. Ага, ага. Джессика Кэт, это вам спортсмен передал. Он нашел их в холодильнике, я думаю, вы знаете, что это такое. Ладно, я на построение пошел. Ботан, ты зачем это сделал? Я с тобой дружить перестану. Да ладно тебе, я просто не знал, куда их деть. Вот и отдал вожатой. Да и вообще, ты первый начал. Мальчики, ну все, не ругаемся. Улыбаемся и слушаем вожатую. Ну, ладно. Нет, девочки. Нет, девочки, таких продуктов не существует. Он у нас всеядный. Эй, спортсмен, подожди, я с тобой. Девочки, я всех приглашаю на кухню. И сейчас, ребята, я вам раздам посуду. Ну, а теперь выбираем, кто какое желе будет делать. Со вкусом киви, малинку, персик, апельсин или вишня. Я зачем хочу сомневаться? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Отлично. Итак, отлично. Ребятки, я сейчас вас научу, как правильно готовить желе. И потом вы со своими родителями вместе его приготовите. Итак, у нас есть пакетик. Содержимое 90 грамм готового желе. Мы его высыпаем в емкость, заливаем горячей кипяченой водичкой, тщательно все перемешиваем и заливаем в формочку. Даем остыть и ставим в холодильник на несколько часов. И все, наше желе готово. Ну, тогда все, берем ложки. О, ботан, это моя ложка. Ой, а у меня нет теперь ложки. Нюша, отдай ложку. О, я тогда у Наши заберу ложку. А, ботанша, я у тебя. Эй, ну это же мое. Это моя. Видишь, Руслан, ты у меня ложку забрал, вот теперь я не хватаю. А, ботанша, это моя ложка. Нет, это моя. Тишина, ребята, успокойтесь. Жизнь какая-то. Дело в том, что нас пятеро, а вы нам дали всего лишь четыре ложки и нам одной не хватает. Можете нам, пожалуйста, дать еще одну ложку? Как вы сразу и сказали. Ребята, вы когда находитесь на кухне, нужно все делать медленно, спокойно, с любовью, чтобы наша желешка с вами получилась очень-очень вкусная и ароматная. Да, Джесси какая-то, вы правы. Так, все, все по местам. А, держи эту ложку, я себе вот новую возьму. Нет, вот это моя ложка. Я не жадная. Да нет, нет, ты же моя подруга. Ты же бегала с этой ложкой. А, ты от меня бегала с этой ложкой. Девочки, девочки, успокойтесь. Все, давайте делать то, что сказала вожатая. Желе, спокойно и с любовью. А, все, девочки, у нас с вами мир, мир, дружба, дружба и жвачка. А, лучшая желешка. Ну, в нашем случае, да. Даша, держи свою желешку, а ты, Баташа, держи свою ложку. Высыпайте содержимое из пакетиков в вашу тарелку, а я сейчас вам налью водичку. Так, девчоночки, аккуратненько высыпаем. Мальчики, а почему вы ничего не делаете? Ну, не наше это дело готовить. Давайте лучше мы вам все оставим, и вы как-нибудь сами справитесь. Да, девочки, вы же у нас молодцы, лучше нас приготовите. А, да, а мы потом придем на дегустацию. Да, попробуем уже готовый результат. Ладно, все, пошли, пошли, пошли. Мальчики, вы куда? Джессика, Кэт, да пусть они бегут. Они нам только мешать будут. Мы сами все сделаем. А, девочки, мне кажется, вы что-то не так делаете. Что не так? Ну, как минимум, вы не все содержимое пакетика высыпали. Так мы сейчас досыпем. Так быстрее давайте, мальчики уже кушать хотят. Да эти мальчики уже, наверное, это нашли себе какие-то игры и забыли про нас. Спортсмен, а ты где делся? Ух, опа-на, а где ты такие очки надыбал, класс? Как в гардеробной? Давай, я буду в этих мороженках, а ты эти оранжевые одевать. Класс. Погнали. Погнали. Девочки, вы все неправильно делаете. Нельзя медлить. Нужно сразу же мешать, чтобы желатин растворился. Вот я все правильно делаю. Умнички, девочки, вы все правильно делаете. Не волнуйтесь, у вас у всех все получится. Вау, какие яркие и красивые цвета. А запах, запах-то какой. Девочки, хочу обратить ваше внимание, что у меня самый яркий цвет и самый ароматный запах. А это все потому, что я делала все правильно, а вы нет. Батанша, по-моему, мы делаем все точно так же, как и ты. Да-да-да, Батанша, по-моему, ты к нам просто придираешься. Я не придираюсь, я просто хочу, чтобы вы все сделали правильно. Слушай, спортсмен, а давай девочек размешим. А как? Там же жалюзи опущены, они нас просто не увидят. Ну, мы сейчас им постучим, они откроют жалюзи, увидят нас в этих очках и будут смеяться. О, ну давай. Кто это? Кто-кто? Похоже, мальчики балуются. Я сейчас посмотрю. О, Джессика Кэд, стойте, давайте я сама разберусь с этими мальчиками. Сто процентов это они. Че им надо? Балуются, наверное. Джессика Кэд, вы не представляете, что делают эти мальчики? Примачиваемся. Мальчики, не мешайте нам. А мы не мешаем, мы веселимся. Давай еще. Давай. Посмотри, посмотри, они опять вылезли. Ага, у спортсмена такие очки смешные. С мороженками. А у ботаново-норанжевые. Так, девочки, не обращаем внимания, а то эти мальчики нам только мешают. Продолжаем делать желе, а то я уверена, что у вас сейчас ничего не получится. Так, девочки, не отвлекаемся на мальчиков. Вот вам формы попытов, заливаем в них желе. Они что ж не обращают на нас внимания? Наверное, мы им надоели. Слушай, а давай очками поменяемся. А давай. А ну, держи. Фу, это я что, так нелепо выглядел в своих очках? А я что, так смешно в своих? Давай обратно. О, а теперь то, что надо. Да. Слушай, Даша, тут такое дело. В общем, я пока свой оранжевый цвет мешала, он мне как-то уже и разонравился. А твой зеленый, он такой красивый, такой насыщенный. Можешь, пожалуйста, со мной им поделиться? Конечно, могу. Гри, спасибо. А мой, девочки, цвет самый красивый, красный. Цвет малинки. А пахнет-то как. Молодцы, девчонки. Я сейчас ваши формочки поставлю в холодильник, а вы можете заниматься и идти своими делами. Желе будет скоро готово. А у меня, девочки, будет самое вкусное и самое красивое желе. Вот и увидим. Идем, Даша. Ну куда? Стойте, я с вами. Ну что, как думаешь, желе уже готово? О, смотри, наши девчонки побежали. Девочки, а как вы думаете, у кого очки красивее? У меня или у ботана? Мальчики, вы очень смешные и забавные. А очки красивее у меня, потому что они настоящие, а не то, что ваши, игрушечные. Спортсмен, я же тебе говорил, что мы в этих очках причудливо выглядим. Девочкам не понравилось. Девочкам не понравилось, зато мне нравится. И вообще, я самый стильный в лагере. Девочки, вы же в курсе, что ваше желе, скорее всего, не получится. Потому что вы не соблюдали пропорции желе и воды. У вас ее было слишком мало, а у меня нормально. И мое желе по-любому получится. И вообще, я же ботанша, я все знаю. Ребята, ваши желешки готовы. Это мне? Это все мне? Это нам? Ага, сейчас. Вы нам не помогали. Это наше желе. Вау, класс, класс, у меня получилось, получилось. И у меня получилось. Девочки, у вас это не получилось. У меня сейчас будет полный класс. Какой ужас. Как же так не получилось. Мы вроде бы все пропорции соблюдали. И воды добавили столько, сколько нужно, как там было написано. И в холодильник поставили, чтобы все остыло. Ботанша, я очень сожалею, что у тебя поп от желе не получился. Это все потому, что, ботанша, кто-то слишком много умничал. И был чересчур самоуверенным. Ну, девочки, я же вам давала советы. Я думала, что знаю, как делать поп от желе. Ну, вообще-то, ботанша. Так, Нюша, все, хватит. Да, ботанша нам много придиралась. В итоге у нее одно не получилось желе. Но так нельзя. Ботанша, хочешь, я с тобой своим желе поделюсь? И я своим поделюсь. Девочки, спасибо. А где наше желе? Ммм, как вкусно. Ммм, мое розовое самое вкусное. Мое зеленое тоже пойдет со вкусом киви. Ботан, спортсмен, мальчики. У вас совесть вообще есть? Мы приготовили желе, а вы все съели. Ребята, пишите в комментариях, правильно ли поступили наши пацаны. А также пишите, какие сладости любите именно вы. А также ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. И всем пока, пока. И чмоки, чмоки, муаааа.